Приветствую подписчиков 4-х летнего путешествия, с вами Боб Лукас и сегодня 8 июля 2023, надеюсь у вас всё в порядке. Это очередной выпуск данной серии, который предназначен для вас. И наша с вами сегодняшняя программа – это один большой разговор о зелёных огнях, которые мы видим в нашем цикле. Как я уже упоминал в ранних видео, 4-х летний цикл уже начался. Поэтому я буду говорить об открытии вами ваших позиций, так как у меня есть ощущение, что многие этого ещё не сделали. Ожидая появления определённых сигналов. Мы поговорим с вами об этом. Также я хочу с вами поговорить об некоторых, на мой взгляд, правильных действиях, на которых инвесторам следует особенно сосредоточиться. А также об искусстве бездействия. Потому что, когда вы инвестируете на долгосрочный период, то возможность минимизировать ваши действия и придерживаться плану становится одними из наиболее важных ингредиентов в достижении успеха в этот момент. Также мы с вами поговорим об ETF. Сейчас эти новости и история стали довольно заметными, которые также могут усилить развитие данного цикла. По крайней мере, на ранних стадиях. И так как это было одним из наиболее популярных вопросов в моих опросах на Твиттере, мы поговорим о вероятности образования леворазвёрнутого цикла. И что это может значить для биткоина. Так что давайте начнём. И спасибо, что вы пришли. Итак, зелёный цвет. Что это значит в целом? Когда мы говорим с вами о циклах, то прежде всего мы измеряем их от впадины, от самой низкой точки. Это те места, где циклы обычно являются наиболее ярко выраженными. При этом определение вершины в цикле является гораздо более сложной задачей. Во многих случаях вершины сильно завязаны на предыдущие значения цены. Поэтому анализ цены в реальном времени, по мере того, как она формируется, понять ситуацию является не всегда простой задачей. Это может показаться лёгкой задачей, если мы посмотрим на историю биткоина за последние 10 лет, где мы видим эти вершины на 33-м месяце, 33-м месяце, 35-м месяце, и думаем, как здорово. Всё легко и целостно. И вот почему, я думаю, когда мы с вами смотрим на Твиттер или другие платформы, заполненными графиками с 4-летним периодом, становящиеся мейнстримом, по той причине, что у нас были настолько ясные действия цены за предыдущие периоды, на которых все сосредоточены, о которых теперь каждый думает, как о пути, по которому биткоин будет постоянно проходить раз от раза. Но вот что я вам скажу. Так будет не всегда. Всё может поменяться уже в этом цикле. И вершину определить очень сложно. Но низ, низ обычно является очень целостным. Поэтому на 4-летнем периоде, я полагаю, что впадины, которые образуются на медвежьем рынке, эти фазы капитуляции, эти фазы отчаяния, которые мы с вами видим в 4-летнем цикле, я думаю, будут целостными. И когда я говорю о зелёных огнях, глядя на эти графики, мы понимаем, что через один такой период мы только что прошли. Через период восстановления, длившегося целый год, через период капитуляции, последний был очень ужасным. И сколько участников реально попались в эту ловушку, оказались заложниками мошеннических бирж, или же просто оказались в довольно традиционной ситуации для данного рынка, когда их средства были попросту украдены, выведены прочь, или просто оказались запертыми в этом даунтренде. Это было ужасно. У нас были периоды ликвидации, капитуляции и довольно большое количество. Но также у нас было и это 70-процентное падение, которое показало нам цена. От вершины цикла напрямую вниз. С точки зрения измерения цикла, с точки зрения временного интервала, она образовалась идеально, четко на 4-летнем периоде. Низина образовалась в ноябре, на 47-м месяце, или же на 49-м месяце, в январе, когда цена отказалась идти ниже, развернулась и пошла вверх. На самом деле это не важно. Главное здесь в том, что недавно мы с вами преодолели крупнейшее событие, которое образуется всего лишь один раз за 4-летний период. И я говорю о зеленом свете. Таким образом, сейчас мы с вами находимся на очень ранней стадии 4-летнего цикла. И обычно это занимает... Обычно люди являются заложниками ментально в психологии медвежьего рынка, через который мы прошли. Это ослепляет людей. И осознать то, что рынок развернулся, а карта нового цикла была выложена на стол, что обозначило другую фазу нового цикла, требует от людей очень многого. И обычно возникает только при гораздо большей цене, для того, чтобы настроение целой системы перевернулось в сторону быков. И для пребывания новичков в систему цена должна это уверенно подтвердить. И обычно такие люди не имеют самые сильные позиции. Они, конечно же, упустили возможность получения крупных прибылей, которые были возможны в начале. Их позиции слабы, потому что, скорее всего, они купили больше, чем им следовало в попытке нагнать упущенное. Поэтому уязвимое для короткосрочных изменений тренда, когда такая ситуация происходит. Таким образом, заходить на ранней стадии в цикле является важным моментом. И теперь уже очевидно, что это не те низы, которые были на 16 и 17 тысячах. Мы уже от этих низов уже буквально удвоили цену. Но, на мой взгляд, если мы с вами говорим о четырехлетнем периоде времени, или, по крайней мере, даже о трехлетнем периоде роста, то мы находимся все еще довольно на ранней стадии цикла. И нам следует не упустить возможность использования этих позиций. Прямо сейчас, если вы пока еще не подготовились к следующей фазе, которая нас ждет в данном цикле. Один из самых распространенных вопросов, который я получаю от своих подписчиков, спрашивая их о том, чего бы они хотели услышать, заключается в следующем. Я еще не открыл свои позиции. Я ожидаю момента, когда мы развернемся, и я смогу их открыть. Так как я боюсь продолжения рецессии, я боюсь повышения процентной ставки, в итоге, следует мне открывать их сейчас, или мне следует ждать дальше? Смотрите, при инвестировании никогда не бывает правильного ответа, так как рынок всегда приносит сюрпризы. Он очень волатилен, и биткоин также очень волатилен. У нас все еще большая вероятность того, что получим 30-40% падение от текущей точки. Но это по-прежнему будет оставаться очень ранняя часть текущего цикла. Мы это видели в предыдущих циклах, когда образовывались 30-40% падения на ранних фазах. Ну а потом мы двигались дальше. Все, что могу сказать вам, давайте вернемся к зеленому свету. У нас открылся новый цикл, и мы сейчас только лишь на шестом месяце этого четырехлетнего цикла. Последние три четырехлетних цикла все достигали своего максимума на третьем году, примерно на 35-м месяце. Если вы не трейдер и смотрите на это с точки зрения четырехлетнего цикла, и у вас есть очень ясное образование дна за 39 месяцев, при этом вы понимаете, что мы находимся на очень ранней стадии четырехлетнего цикла. Поэтому должен вам ответить вопросом на вопрос. Скажите, а что тогда конкретно вы ждете? Если вы следуете за подобной моделью, или стратегии на долгосрочном периоде подобной этой, у вас появились подтверждения образования дна, то у вас особо не остается ничего, кроме как открывать позиции. Открытие позиции означает разумное открытие позиций, которое вы сможете удержать при наступлении волатильности. Она нас ожидает впереди, и для биткоина будет всегда. Поэтому открытие разумных позиций, готовясь к растущей части данного четырехлетнего цикла, это единственное, каким образом можно интерпретировать данную ситуацию. Единственное, что добавив, это то, что мы отскочили от этих низов, быстро удвоились, и теперь мы провели около трех месяцев на этом диапазоне в 30 тысяч долларов. В консолидации. В консолидации этих ранних прибыли. И, на мой взгляд, единственное, что сейчас у нас происходит, это то, что мы позволяем, точнее, рынок позволяет всем лонгам, оказавшимся в ловушке с предыдущего медвежьего рынка, закрывать свои позиции. Но за этим происходит еще одно действие. Умные деньги, которые всегда заходят на ранних стадиях четырехлетнего цикла, забирают у них эти биткоины. Поэтому происходит оборот. У тех, кто поздно зашел на предыдущем цикле, по сути, оказавшись в западне, как олень, выбежавший на дорогу навстречу автомобильным фарам, а в дальнейшем оказавшись ниже уровня воды. В общем, те, кто капитулировали, они капитулировали. Но некоторые в данном типе активов, как этот, такого не сделали. Они держат, 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 а теперь цена вернулась к уровню в 30, что дает им, на мой взгляд, право принимать решение или ощущение того, что они могут выйти, и это то, что, на мой взгляд, сейчас происходит. Таким образом, в этом 4-летнем цикле сейчас образуется пауза. И если мы с вами посмотрим на недельный график, то циклы на неделях, скажем, 6-месячные циклы, то увидим, что недавно такой цикл завершился. Такой цикл завершился 3-4 недели назад. И здесь мы с вами видим довольно-таки упорядоченный спад, в большей степени похожий на консолидацию, на мой взгляд. То есть, после достижения вот этого дна у нас была консолидация. В итоге у нас образовалось это замечательное движение до 31 тысячи после отчетливого двойного дна, после чего образовалось очень здоровое 8-минедельное движение в боковике, после чего в этом недельном цикле пошел спад. А далее мы упали еще ниже, как большинство и ожидало, после чего очень резко от этого низа недельного цикла мы снова вернулись к 30 тысячам, где, я полагаю, в большей степени и формируется вот данное накопление, позволяющее попавшим в ловушку лангам закрывать свои позиции. И более чем вероятно, мы с вами снова видим зеленый свет на этом недельном цикле. И что следующим движением будет следующее движение еще выше, как только мы пробьем этот 30-тысячный диапазон, который нас доведет до следующего логического места. А оно, вероятно, находится на уровне 33-34 тысячи. И достижение его, я думаю, нас приведет полным ходом к 46 тысячам. Это следующее логическое место, где биткоин увидит следующее значительное сопротивление и, вероятно, огромный объем продажи. И, вероятно, где очередное крупное падение нас с вами ждет. В этом четырехлетнем цикле, как я говорил ранее, биткоин исторически каждые шесть месяцев, и это повторяется с большой закономерностью, перейдет в одну из фаз падения этого недельного цикла и скатится, по крайней мере, на 30%, а иногда бывает и 40%, а иногда бывает даже и 50%, что может стать довольно страшным за короткий период времени, что в конечном счете станет целью и ожиданием любого, кто инвестирует на данном таймфрейме. Это нужно осознать и принять. Такие времена настанут. И если вы пытаетесь поймать во времени такие моменты, то значит, что вы не инвестируете на 4-летнем цикле. Если вы думаете, что можете, это нормально, но вы не инвестируете на таймфрейме 4-летнего цикла. Таймфрейм 4-летнего цикла имеет немного действий, при этом имеет много бездействия. И я хочу уделить некоторое время, поговорив об этом, так как дело в том, что мы можем сделать многое, когда инвестируем на таймфрейме в 4 года открыть позиции, затем надеяться продать позиции, затем надеяться открыть снова, затем снова надеяться их продать. Повторяя данный процесс с целью накопить биткоинов больше. Но есть неправильная трактовка некоторых моих видео о том, чтобы заработать фиат. Нет, на самом деле весь этот процесс о том, чтобы вместо ходлинга наперед 5, 10 или 15 лет, возможно, что вы сможете ходлить большую часть и делать все, чтобы избежать каждые 4 года периодов, которые возникают при падении на 75, 80 или 85 процентов. Цель в конечном итоге накопить больше биткоинов, чем у вас было на начальной стадии цикла. Поэтому, когда вы инвестируете с этой активной стратегией ходлинга, то вам необходимо понять, что за эти 4 года у вас есть всего лишь несколько действий. И, очевидно, одна из них это терпеливое ожидание формирования низов завершения медвежьего рынка. Поэтому небольших подтверждений завершения 4-летнего цикла необходимо дождаться. К этому моменту мы успеваем проголодаться, мы становимся агрессивными накопителями наших позиций во время подготовки к следующему циклу. И, конечно же, что гораздо более сложно, мы ожидаем сигналов образования вершины. Мы ожидаем, когда 4-летний цикл биткоина достигает своих вершин после чего мы начинаем разгружать свои позиции. В моменты, когда звезды начинают участвовать в рекламах Супербол, рынок становится крайне спекулятивным, а скамеры появляются повсеместно. Когда степень безумия становится просто запредельной, что обычно наблюдается при приближении к самому верху 4-летнего цикла, мы начинаем постепенно выходить, превращаясь в умные деньги, которые продают новым участникам, не являющиеся теми, кто верит в биткоин, а преследующий заработок. Но помимо этого, у нас есть очень-очень долгий период в 4-летнем цикле, когда вообще вам ничего не следует делать. И опять же, мы возвращаемся к открытию правильного размера позиций, открывая их как можно раньше, и быть этим довольным. Быть довольным, что вы сделали в правильном размере открытых позиций, не пытаясь достичь огромных жизнеменяющих прибыли, при этом сохраняя их довольно разумный размер, чтобы не кричать и не психовать, когда наступают эти страшные моменты, потому что они придут. И когда вас застигнет эта 30-40% пугающая корректировка, она также будет подогрета и этими ужасными новостями, этими историями, которые в какой-то степени будут ужасающими. Они будут казаться концом света, они будут казаться концом биткоина. И эти истории, эти новости будут в огромной степени влиять на вашу уверенность, которые максимально будут пытаться вас заставить забыть о стратегии, которой вы пытаетесь придерживаться, на вашем пути к вашей цели. Поэтому эта идея не предпринимать никаких действий является очень важной, так как рынок будет вас проверять на прочность. Он вас также будет проверять на прочность, когда пойдет вверх. Вас будут окружать видео и новости о этих Ламборджини, этих роликсах, которыми будут хвастаться на социальных медиа, их авторы. И вы будете думать, а, может быть, мне нужно было еще больше закупить. То есть, мне нужно было еще больше всего продать и закупиться, чтобы себя чувствовать так же очень и очень круто. И это может привести вас к действиям, которые, возможно, вам следовало бы сделать ранее. То есть, купить больше. И, может быть, это и хорошая идея купить больше, но сейчас вы будете покупать просто не в правильное время. В конце длинного или короткого периода, когда цена выросла уже слишком сильно. Буквально в шаге от следующего кровавого волатильного движения. И в предыдущих циклах я это наблюдал очень часто. Люди все делают правильно. Они начинают с открытия позиций, больших позиций ждут, а затем становятся жадными. И угадайте, к чему это приводит. Такой расклад работает в обе стороны. Поэтому бездействие и эта стадия, на которой нахожусь сейчас я, на стадии бездействия, потому что мои позиции открыты. И с открытыми позициями возможно у нас будет три года бездействий в ожидании этого полноценного роста на 35-37 месяце перед тем, как начать готовиться к принятию действий. Может быть, на пути пару небольших действий нас ожидает, когда мы немножечко закроем наши позиции, при этом цена может сильно пойти вверх. Поэтому немного вы можете взять и закрыть. Если это часть вашего плана, это нормально. Я так же делал в прошлый цикл. Я говорил на очень-очень ранней стадии, когда биткоин стоил 6-7 тысяч. Я упоминал, что часть инвестиций я выведу, когда цена достигнет 28 тысяч. И когда мы достигли, я инвестиции вывел, при этом понимая, что цикл еще не закончен и продолжает расти. Но к тому времени у меня был сформирован план, и я его придерживался, согласно которому я инвестиции закрою при достижении 28-ка. И это хорошо, когда у вас есть план, который вы составили в самом начале, и который не становится частью стратегии в отношении 4-х летнего цикла. Но в общем, о чем мы недостаточно говорим, люди, которые стараются сделать максимум во время 4-х летнего цикла, те, что ничего не делают, идущие вразрез со стратегией, избегают ловушек ежедневного трейдинга или еженедельного, а исключительно сосредоточены на данном плане и его выполнении. И я в восторге от того, что данное видео именно об этом. Теперь мы считаем, что дно 4-х летнего цикла сформировано, и мы ждем роста, поэтому здесь особо не о чем говорить, помимо того, чтобы фокусироваться на плане и стратегии. Теперь, если вы считаете, что у вас не получается следовать этому, и вам необходимо участвовать в спекуляциях, тогда разделите эти стратегии, возьмите часть денег, и переместите их на ваш торговый баланс, либо на DeFi, если вы их используете, да куда угодно, там, где вы их будете использовать. Полностью разделите эти средства, не делайте это из одного аккаунта. Средства для стратегии 4-х летнего цикла, надеюсь, хранятся на некостодиальном кошельке, уберите их в сторону и не трогайте, а часть переведите на счет для баловства или для трейдинга, и следуйте и придерживайтесь отдельной стратегии. Не смешивайте данной стратегии, если вы хотите следовать за кем-то онлайн, или просто используя какую-то любую другую короткосрочную торговую стратегию. Изучайте, возитесь с этим и развивайте ее. Очевидно, что и я в короткосроке торгую, но я отделяю данной стратегии друг от друга. Я могу шортить на своем торговом аккаунте, в то время как свои ланги для 4-х летнего цикла я держу на своем трезере. Я их разделяю. Мне не нужно и я не хочу смешивать эти мысли. И это вещи, о которых я в данных выпусках не так часто говорю, но это очень важно. То, как и то, что вы не делаете во время 4-х летнего цикла от этого будет зависеть ваш успех и общий результат. Теперь давайте поговорим о новостях идеев. Я думаю, что это очень бычьи новости. Я знаю, что большинство из вас знают мое отношение к ИТФ. Лично я, будучи веря в биткоин и понимая то, чем он на самом деле является, я не поддерживаю идею ИТФ и то, что ИТФ для биткоина это хорошо. Мне не нравится эта идея, что люди связываются с биткоином только лишь для получения финансовой прибыли, при этом не желая понимать, устроен и работает сам биткоин. А также, как люди взаимодействуют с помощью него непосредственно друг с другом. мне не нравится, когда финансовые компании, особенно традиционные финансовые институты, держат у себя тысячи и тысячи биткоинов. При этом, да, для цены это хорошо. Для цены это хорошо, и я думаю, что многие это одобряют и на это закрывают глаза, потому что это хорошо для цены. И что из последнего примечательно, что довольно все самые крупные традиционные финансовые компании вышли с новостями о подаче заявок на открытие ETF. И мы это уже много раз видели. Я думаю, что первая заявка на ETF была примерно лет 10 назад. И все они были одна за одной отклонены. Одна за одной. Но сейчас, конечно же, результаты ответа я не знаю. Я не могу сказать, одобрит ли SEC это или нет. Но что мне показалось интересным, что все они подали заявку примерно в одно и то же время и в одном формате. И это заставляет ощущать, особенно после того, как SEC пришла к Binance, а также к Coinbase и некоторым другим биржам, что наведение порядка в доме происходит в целях подготовки к ETF, к запуску ETF для биткоина. И мне кажется, что либо они все вместе будут одобрены, так как все заявки составлены примерно на одном языке и имеют одинаковую структуру. Поэтому либо они все будут одобрены, либо они все будут отклонены. Я не вижу сценария, когда одну одобрят, а другую нет. Поэтому, если у нас окажется ситуация, когда все эти заявки на ETF, эти заявки крупнейших финансовых институционалов будут одобрены, то я думаю, что капитал, который начнет поступать в биткоин, вызовет рост капитализации данного рынка до невероятных размеров. Я думаю, что это вызовет рост цены очень и очень быстро. Но также, я думаю, что еще может произойти перед этим, так как мы буквально в нескольких месяцах даже возможного одобрения. Я думаю, что это станет историей, из-за которой почему в данном цикле цена должна будет расти. Я думаю, что все эти рассказы очень хорошо вяжутся с тем, что происходит в цикле. То есть, не обязательно новости вызывают движение в цикле, а цикл находится в ситуации, когда он принимает рынок и позволяет рынку двигаться выше. А история уже формируется вокруг этой ситуации. Но в целом, я думаю, что вся эта история позволит расти и будет толкать биткоин еще выше только лишь в этом цикле. И я думаю, что это будет очень бычья история. Но также, возможно, и другая ситуация. Если на фоне новостей об этих заявках ETF, они все окажутся отклонены, то, очевидно, это не будет особо позитивно для цены биткоина. Но также эти новости могут и стать новостями продавца. Мы можем увидеть отличный забег вверх, огромный, значительный рост перед тем, как сделают первое объявление SEC об одобрении или отказе, после чего новости могут стать на сторону продавца. Но это не обязательно станет вершиной четырехлетнего цикла, но может привести к этому 30-40% падению, которое мы видели ранее. Но все-таки в целом, в целом складывается ощущение, что эти заявки ETF будут одобрены. Мне так кажется. Конечно, определенно я сказать не могу, а всего лишь мое ощущение, основанное на том, что они все были поданы в одно и то же время, как будто кто-то один подмигнул, подав сигнал того, что время пришло. И это нужно сделать. И переходя к последней теме этого выпуска о леворазвернутом цикле, я думаю, пришло время об этом поговорить подробно. Я помню, что мы говорили об этом в прошлом выпуске и уделили этому много времени, но давайте поговорим о вероятности образования леворазвернутого цикла. Перед тем, как мы перейдем к этому вопросу, хочу рассказать для тех, кто немного видел моих видео, что такое леворазвернутый цикл. Разворот цикла это всего лишь определение того, насколько большая часть цикла находилась в состоянии роста против того, какая часть была в падении. Все, что в большую часть цикла времени растет, а падает в значительно меньшее время, очевидно означает, что за это общее время, за время цикла, цена с большей вероятностью будет выше. И если мы посмотрим на последний цикл, за 35 месяцев цена росла, а падала на протяжении 14 месяцев. До этого низа цикла. Если мы с вами посмотрим на середину цикла, примерно на период в 24 месяце, то если вершина образуется справа от этой точки или после нее, то такой цикл мы называем праворазвернутым. Но если эта вершина образуется перед данной точкой, то такой цикл называется леворазвернутым. И очевидно, что это не очень хороший сценарий, так как в нем мы достигаем вершины для 4-летнего периода, после чего по крайней мере два с лишним года мы будем находиться в фазе падения. И только лишь для части следующего цикла может потребоваться время для того, чтобы снова вернуться к этому уровню. Так с чего вообще мне думать о том, что мы не увидим того, что происходило в истории биткоина? Верно? 33 месяца, 35 месяцев. Здесь вершина, праворазвернутая, очень красивая и четкая картина. Цикл, который движется вверх. И почему бы нам не увидеть это еще раз? Вопрос на самом деле в том, точнее, не в том, что нам следует ожидать леворазвернутый цикл, а в том, что сейчас мы в ситуации, когда данный вид праворазвернутого цикла, который сейчас у нас есть, растущего, укрепится и обоснуется в нашем восприятии, в психологии, биткоин-сообщества. Он представляется в огромном количестве форм. Либо это идея, основанная на халвинге, либо моя вера в четырехлетний цикл. Это повсеместно. И обычно мой опыт инвестирования в различные активы в том, что когда что-то становится настолько устоявшимся, когда у вас образуются паттерны, в которые люди верят, будто бы они гарантированы, рынок преподносит сюрприз. Это первое. Второе. Циклы также существуют и на гораздо более продолжительных таймфреймах, например, 16-летние циклы или 20-летние. Я на самом деле не знаю, к чему в итоге придет биткоин. Пройдут декады перед тем, как мы поймем, как выглядят эти большие циклы. Но они существуют. И есть вероятность того, есть возможность того, биткоин, как и другие активы, пойдет по пути 16-летнего цикла. Что значит, что в настоящий момент, в периоды 2026-2027 годов, произойдет закрытие первого 16-летнего цикла для биткоина. По крайней мере, тогда, когда цена для биткоина начала измеряться. И если так и произойдет, то обычно мы будем наблюдать последние 4 года, когда 4-летний цикл завершает 16-летний цикл, то последний 4-летний цикл становится леворазвернутым, образующий основополагающее падение. Мы уже наблюдали циклические медвежьи рынки, но в целом они являются лишь падениями на общем глобальном росте. Если посмотреть сюда, мы видим, что здесь есть продолжение 4-летнего цикла и корректировка вниз, продолжение и падение. Но последний цикл вот здесь может развернуться и пойти вниз раньше, переходя в фундаментальное падение и долгосрочный смыв участников. Но если это случится, у меня здесь есть и хорошие новости. Обычно, когда такое происходит, происходит изменение характеристик самого цикла, отличающегося от предыдущего цикла. В предыдущем цикле мы проводили полтора-два года, перед тем, как начиналось значительное движение вверх. Аналогично здесь. Мы дошли почти до ноября, пока действительно не взмыли вверх. Вот здесь прошли еще два года перед тем, как взмыли вверх. И в последнем году мы действительно поднялись. В последнем цикле у нас было небольшое движение здесь, затем откатились, что мы также наблюдаем и в других циклах. Если же нам предстоит увидеть лево-развернутый цикл, то все равно у нас будет фаза мании. Нас ожидает некоторый рост в цене перед тем, как образуется вершина, и из-за того, что цикл будет левосторонним, перед тем, как образуется вершина, и из-за того, что цикл будет левосторонним, когда мы достигнем исторического максимума или его преодолеем, это произойдет гораздо быстрее, чем было ранее. То есть характеристика цикла значительно изменится. Поэтому если мы допускаем возможность левостороннего цикла, то в нем мы будем ожидать эту фазу мании, в данном случае, значительно раньше события халвинга, а также значительно ранее середины цикла. Поэтому если мы с вами померяем отсюда 24 месяца, это даст нам середину цикла, вот здесь. Затем вам следует вернуться назад и посмотреть на этот 18-месячный период. Грубо, это место, где образуется вершина левостороннего цикла. То есть вершина левостороннего цикла примерно ожидается в таймфрейме января, и полностью до периода мая-июня следующего года. Вот такое ожидаемое временное окно, которое отмечает период образования вершины правостороннего цикла. Таким образом, вот это окно здесь, это то, которое вы ожидаете здесь увидеть, и которое должно быть еще более длинным, после которого ожидается вершина цикла, после прохождения 25 или более месяцев, и которое вероятно приведет нас на отметку больше исторического максимума, на уровень, не могу сказать на какой, но в диапазон определенно более высокий. И это таймфрейм, это временное окно, относится к стандартному циклу, который мы видели у биткоина исторически. И это окно, на которое вы должны в настоящий момент ориентироваться. Вам не следует бояться левостороннего цикла. Вам следует ожидать, что даже с учетом всего того, что я говорил ранее, относительно сильно устойчивых сформировавшихся ожиданий, зацементируемых в нашей психологии, это все история. А в циклах мы стремимся доверять к тому, что произошло относительно недавно. Это как течение, это как сидеть на берегу моря и наблюдать за волнами. Они приходят в паттернах, они приходят похоже, в относительно похожей структуре, пока что-то не поменяется. И такого события еще не произошло. Поэтому сейчас нам нужно фокусироваться на этой красивой фазе аккумулирования, этого роста от месяца к месяцу к данному окну к крупной стадии мании, перед тем, как начать готовиться к выходу. Но по причине того, что мы много говорили о левостороннем цикле, об этой идее, которую я привел и себе, то данное окно может быть сильно отличающимся. И поэтому нам нужно будет признать, если это произойдет, или когда это произойдет, к тому моменту, когда мы окажемся если биткоин приблизится и сделает тест исторического максимума до события халвинга, согласно этой истории, которая довольно хорошо сформировалась в нашем сообществе, то если это произойдет, то далее идея о суперцикле снова вернется к нам и станет центральной. Я думаю, что мания наступит быстрее, которая также может быть усилена этой всей историей об ETF. Поэтому если мы окажемся рядом с этой зоной и до центральной точки, то я определенно начну задумываться, что начнет формироваться крайне удивляющее всех событие, которое совершенно не ожидается рынком на основании исторических данных, которое сейчас ожидает рыдок, и у нас будет левосторонний цикл. Легко ли будет выйти из этой ситуации? Нет, не будет. Особенно если вы трейдер 4-летнего цикла и используете месячные графики. Вам скользящие средние, а туда будет не так легко добраться. Поэтому некоторые из стратегий, которую можно будет применить в этой ситуации, заключаются в том, что если мы взмоем вверх довольно быстро, спекулятивно и сомнительно, люди проигнорируют эту сомнительность, так как начнут говорить о суперцикле, упоминая, что халвинг еще только впереди. ETF, они уже рядом здесь, они появляются и так далее и подобные. Поэтому это сомнение они пропустят. Поэтому возможно у нас появятся некоторые возможности частично разгрузить свой портфель, ожидая в более коротком таймфрейме продолжение роста, к тому времени чрезмерно выросшему, и в этот момент уже тогда выходить. Но все это, конечно же, будет завязано на риске, потому что если, и это всегда что если, мы не можем предсказать движение рынка. Поэтому вероятность в цикле, при этом он может остаться по-прежнему правосторонним, постепенно превращаясь в то, что описано идеей суперцикла. Так что в инвестирование сделать все идеально довольно сложно. Поэтому мы стараемся получить максимум из большей части движения. И вот почему возвращаясь к начале видео, максимально ранний вход и обеспечение вам уверенности ваших позиций является таким важным. Потому что если мы придем к такому движению и цена биткоина достигнет 90-100 тысяч перед халвингом, что покажет нам возможность левостороннего цикла. И если вы продадите четверть ваших позиций, вы себя будете чувствовать отлично. Вы будете рады получить 6-7 X прибыли относительно точки своего входа, которые с легкостью отобьют вам все инвестиции, которые вы ранее сделали. И при этом у вас останется большая часть, которая возможно поможет вам реализовать суперцикл, который может взять и прийти. Вот такая идея левостороннего цикла. В будущем мы об этом еще много поговорим, если эта ситуация станет возможной. Первое, я думаю, что нам следует заполнить вот эту пустоту, после чего ожидать возможное движение вниз. Я думаю, что в будущие 2-3 месяца будет хороший и разумный шанс, что биткоин заполнит эту пустошь, эту зону в районе 45 тысяч. Но если мы эту пустошь биткоин сделает откат довольно серьезный, после чего несколько месяцев нас будет ожидать консолидация, после чего снова набрать силы для движения, которое нас в итоге приведет к историческому максимуму, в сторону этого прямоугольника, означающего правосторонний цикл. Сейчас у нас нет всех ответов на все вопросы, и это мне очень нравится в инвестировании. Если вы ищете абсолютные ответы, вы их не найдете. Сейчас и позже вы можете оказаться правы, но это присуще неопытным инвесторам, желающих знать все ответы, знать все больше конкретики, что мне нужно делать и в какой период. И я могу сказать вам, что никто точно на эти вопросы не знает ответы. Для себя я открыл то, что лучше всего работает. Это определение того, как актив себя вел в прошлом, какие его характеристики и на что он способен. Это как, например, иметь у себя дикое животное. Вы понимаете, на что оно способно. Если вы этого не знаете, то вы не можете быть готовым к его возможным действиям, и вы не можете ответить адекватно. Я думаю, что такая же ситуация и с инвестированием. Мы должны обозначить возможности и возможное наилучшее для них время, для того, чтобы зайти в рынок, а также понять момент, когда следует открыть дверь и выйти из рынка. Вот в таком духе. Нам нужно быть готовым к различным возможностям, после чего мы можем аранжировать вероятности таких возможностей и приготовиться для этого сценария, после чего пытаться выжать максимум прибыли из этих возможностей. И совсем выше сказанном, я хочу вас поблагодарить за то, что вы со мной. А если хотите поделиться видео, то без проблем делайте это. Надеюсь, они вам нравятся и помимо всего прочего, шла вам удачи. Пока.